Прямо эфире репортера новости. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. В Одессе ЧП всеукраинского масштаба. Ночью сильный пожар психиатрической больницы унес жизни шести человек, среди которых одна медсестра. Женщина спасала жизни пациентов, отделения для ветеранов и лежачих больных. Еще пятеро человек пострадали, один из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии. И пока одесситы проводят параллели с трагедией в лагере Виктория, эксперты устанавливают точную причину пожара. Полиция и прокуратура готовятся объявить подозрения. Расследование обстоятельств трагедии на личном контроле президента. Все подробности ужасного пожара в сюжете моего коллеги Юлиана Аксенова. К моменту нашего приезда к больнице были стянуты с десяток скорых, столько же пожарных машин и сотни медиков, спасателей и полицейских. Они взяли периметр пожара в плотное оцепление. Спасатели продолжали тушить отделение, в котором содержались ветераны и лежачие больные. Очевидцы говорят, что огонь распространялся очень быстро. Эвакуацию проводили в большой спешке. Мы помогали тушить пожар. Потом я вспомнила, что тут есть калитка, я забежала сюда. Потом я смотрела, тут был очень большой пожар. И тут выносили больных в пледах каких-то, которые не могли ходить. Там есть больница, вот, прям за забором. И туда, получается, куски летели. И чтобы не загорелась другая больница, мы ходили, ведра таскали и тушили куски большие. Увы, спасти все 57 человек, которые находились в отделении, не удалось. На месте погибли четверо. Среди них санитарка, которая выносила из огня больных. Родные Юлии Никитиной говорят, что она пожертвовала собой, тогда как остальные коллеги ей не помогли. Она вытащила 53 человека на себе и осталась там, гореть. Потому что она была дежурная медсестра. Нам никто даже не позвонил. Нам позвонили вообще посторонние люди. Заведующее отделение даже соболезнования не дал ничего, не спросил. Может, какая-то помощь. Что вам надо? Абсолютно. Почему медсестры, санитарки, которые с ней были, были не в трезвом состоянии? Они были не в трезвом состоянии. Я их сама вчера видела. Потому что я стояла вот здесь, меня просто туда не пускали. Я ездила на опознание. Несколько позже еще два пациента скончались в реанимации. Все погибшие отравились угарным газом. Выяснилось, что пожар начался в помещении для сушки белья. Там находились матрасы и после их возгорания огонь перебросился на обшивку и деревянные перекрытия здания отделения. Пожар охватил 500 квадратных метров. В больнице заявили, что пожарная сигнализация была, равно как и огнеупорная обработка деревянных покрытий. К слову, сигнализация продолжала работать и после тушения. Пожарная сигнализация там сейчас была установлена. Акт приемки передачи этой пожарной сигнализации. То есть буквально вот сейчас на днях эта пожарная сигнализация была новая установлена. Ее приняли на баланс больницы. Обрабатывались все деревянные покрытия в отделении. То есть крыша, чердаки, которые имеют деревянное покрытие, были обработаны, согласно регламентных работ, были противогневыми растворами. Эвакуация осложнялась тем, что пациенты – возрастные люди, страдающие слабоумием. К тому же часть из них не могли ходить самостоятельно. Во время пожара трое больных сбежали, но их оперативно нашли на территории учреждения. Остальных выживших разместили в других больницах города. 23 часам 19 минутам пожар потушили. Для этого привлекли значительные силы ГСЧС. Всего было задияно 12 одиниц пожежно-рятувальной техники и 57 человек особого склада. Пожежа была локализована на площади 500 квадратов и ликвидована также на такие площади. Основной удар по приему пострадавших приняла на себя 11 больница. Туда доставили сразу четверых пациентов в психлечебнице. На момент поступления двое пациентов, мужчина и женщина, были в критическом состоянии. К сожалению, реанимационные мероприятия не уменьшались успехом. Пациенты погибли. Двое женщин, которые на сегодняшний день лежат в реанимационном отделении, стабильные. У нас было обращение только заведующего отделением, у которого гипертонический криз. Мы его оккупировали в приемном отделении, оказали всю необходимую помощь. От специализации он отказался и ушел дальше на работу. На следующее утро в облгосадминистрации прошло внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности. Там сообщили, что всего пострадавших четверо. Трое тяжелых, один средней тяжести. Все отравились угарным газом. Вероятная причина пожара – поджог. Кто-то мог занести огонь снаружи. А в прокуратуре тем временем намерены проверить, как заключался договор с подрядчиком на установку сигнализации. Еще был заключенный договор. На данный момент таких ведомостей у нас нет. Также это принциповое вопрос, которое будет исследовано в ближайшем времени. Если был договор, то с какой организацией? Если не было, то почему этот длительный час обслуживающей организации не было? По словам прокурора, ранее инспекторы ГСЧС уже выносили предписания на устранение нарушений, но в больнице их выполнили не полностью. Кто в этом виноват, будут выяснять. Также стало известно, что одна из жертв умерла незадолго до начала пожара. Смерть приблизительно наступила где-то в 20 или в 21 час. То есть, как мы видим, еще до начала возгорания в этом отделе. В соответствии до промежного выяснения, который сообщил эксперт, у него был гнойный перитонит и проблемы с желудком. Пока правоохранители и эксперты устанавливают точную причину пожара и возможных виновников трагедии, в облгосадминистрации решили объявить траур и помочь семьям пострадавших и погибших. Нами принято решение объявить завтра, 12 июня, днем траура в Одесской области. Нами принято решение выделить всем семьям погибших по 100 тысяч гривен, пострадавшим по 50. По словам Сергея Парашенко, ситуация находится на личном контроле Владимира Зеленского, который неоднократно звонил ночью и требовал детального отчета по действиям всех служб. Телеканал «Репортер» выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Ночной пожар психиатрической больницы на Воробьево всколыхнул и Одессу, и всю Украину. Пока следствие устанавливает обстоятельства, одесситы скорбят о жертвах трагедии. Народный депутат Украины Сергей Кивалов прокомментировал произошедшее и выразил соболезнования родственникам погибших. Скорбит вся Одесса. Пожар в областной клинической психиатрической больнице номер один унес жизни шести человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, надежды и стойкости родственникам тех, кто сейчас борется за жизнь. Как народный депутат Украины считаю, что правоохранительные органы должны провести объективное расследование трагедии с целью справедливого наказания виновных. Семьи погибших и пострадавших должны получить всестороннюю помощь, а подобные фатальные случаи не имеют права повториться в будущем. В Южном рецидивист изнасиловал беременную. 18-летняя потерпевшая приехала к подруге. Вечером они встретили знакомых мужчин и вместе пошли в кафе. Когда девушка собралась домой, один из парней предложил провести ее. По дороге 26-летний молодой человек вытащил девушку на пустыре и, угрожая физической расправой, изнасиловал. 18-летняя потерпевшая сама сообщила полиции о преступлении. За допомогой наданных предметов, замысленник полицейским из лечения холлины было установлено. Особу правопорушника и его затримано. В нем выявился 26-летний ранее судимый за аналогичный злочин, темчасовый житель города Южно. За указанным фактом внесено в видимость до единого реестра досудовых расследований за частью 2 ст. 152 ККУ. Сейчас ведется следствие. Подозреваемого задержали. Ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет. Одесскую область снова обезглавили. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня уволил сразу 15 председателей обл. администрации. Среди них и Одесский ИО губернатора Сергея Порошенко. На эту должность первый замгубернатора заступил два месяца назад, после того, как предшественник Зеленского Петр Порошенко уволил Максима Степанова. О преемнике Порошенко на данный момент информации нет. С большой долей вероятности его выберут на конкурсе. Также своим указом Зеленский сегодня уволил начальника управления СБУ в регионе. Официально Александра Довженко и его коллег сняли с должности за неудовлетворительные показатели в борьбе с контрабандой. В Одессе и Одесской области на этой неделе синоптики ожидают рекордную жару до 34 градусов выше нуля. Температура может превысить даже показатель 60-летней давности. Жителям Южного города эксперты купаться в море пока что не рекомендуют. Врачи советуют соблюдать простые, но действенные правила, как не получить тепловой удар. Избегайте появления на солнце в часы наибольшей солнечной активности с 12 до 16 часов. Старайтесь бывать на море либо в утренние, либо в вечерние часы. Если вы вынуждены находиться на солнце, прикрывайте голову от солнечного теплового удара. Следите за своим водным балансом. 30 миллилитров воды на килограмм веса. Вот ваша ежедневная норма. Используйте пульверизатор с чистой прохладной водой или увлажнитель воздуха. Но жара не единственная причина дискомфорта одесситов. Море продолжает свисти. К счастью, уже не столь активно, как на выходные. Причина. На прошлой неделе прошли дожди и большое количество поверхностных вод попало в акватории одесских пляжей. Вода приснилась и под воздействием солнца начала свисти. Купаться в море ближайшие дни не стоит. На холстрой убрали. Теперь вынуждены смотреть на разбитый тротуар и испорченный фасад. Жители ЖК Левитана возмущены бездействием застройщика и профильных служб. Областной ГАЗК и вовсе установил, что территория несостоявшегося на холстрое уже приведена в первоначальный вид. Хотя по факту ничего не изменилось. Проблему изучила Лилия Гарапашная. Разбитый тротуар, испорченный фасад и сложенные стройматериалы. Спустя месяц после того, как жители ЖК Левитана помешали появлению очередного на холстрое, здесь ничего не изменилось. Было сказано главой правления кооператива, что заказчик обижен, заказчик стройки, что мы помешали, что те договоренности, которые у них между собой были, они не выполнились. Соответственно, восстанавливать это все он не собирается. Что это якобы наши жильцы сами должны это все восстановить. О том, что стройка велась незаконно, официально подтвердили и в областном ГАЗКе, и в Таировском поселковом совете. Выписали предписание на восстановление элементов благоустройства. А вот в госинспекции решили, что все уже в порядке. Установили, что работы остановлены и не проводятся, и объект, вот зачитаю, объект будениста проведен до первойного станка. Что мы видим здесь? Ничего не поменялось. Прошел месяц, ничего не поменялось. Как наша государственная инспекция может давать такие ответы? У меня очень большой вопрос. С этим вопросом и с официальным ответом ГАЗКа местные отправились в департамент. Там внимательно изучили документ, свежие фото с места застройки и пообещали все исправить. Новая комиссия должна приехать в четверг. Самого же инспектора, который выезжал на место ранее, здесь не оказалось. Якобы уехал по важному делу. Ну, в четверг что-то ответим. Ну, как что-то ответим? Ответим. Я хочу, что он скажет, вот чего он так решил. Что на него воздействовало? Гроза, солнце, магнитные бури. Чем он это объяснит? Мы выйдем на место, разберемся, какие нужно быть меры с нашей стороны, мы их примем. Надо предписание, будет предписание. Надо то, чтобы мы это все сделаем. С жителями кооператива тот самый инспектор случайно встретился в коридоре. Что-либо комментировать на отрез отказался. В то же время его начальство уверяет, застройщику грозит штраф из-за нарушения благоустройства и за самоуправство. До забудовника будет застосованный штраф за самочайное выполнение облигольных работ. А в каком это штраф? 8500. Нам только потребный забудовник и присутствие инспектора и забудовника. И все. И он складывает материалы, что там есть самочайное выполнение облигольных работ. Пока в ГАСТе разбираются с этой пристройкой, новые нахолстрои, говорят жители ЖК Левитана, продолжают расти. У нас в ЖК Левитана происходят чудеса. Мы просыпаемся утром, например, в субботу, выходим во двор, а у нас бабах и маф, ларек, будка появилась. Вот это все. Это вообще остановка общественного транспорта. Так как нам рассказывали, когда продавали квартиры. Но вот пока мы здесь живем, здесь уже три мафа и будка с колбасой на колесах. Зафиксируют ли нарушения новая инспекция ГАСКа и добьются ли местные законного решения своих проблем, станет известно уже в пятницу. Лилия Гарапашная, Денис Рудь, телеканал Репортер. И еще одно общественное недовольство на этот раз на поселке Котовского. Жители Суворовского района выступили против застройки сквера энтузиастов на Заболотного. По информации местных, на этом участке могут появиться детсады и спортшкола. Соответствующим заявлением активисты обратились к местной администрации. Дмитрий Богомолов разбирался в теме. Сейчас мы находимся в сквере энтузиастов, который расположен на улице Заболотного между Днепропетровской дорогой и улицей Академика Сахарова. Этот сквер появился силами местных жителей. Еще в 2010 году является едва ли не единственной зеленой зоной с территорией в 4,5 гектара. В Суворовском районе по информации местных жителей здесь хотят построить детский сад и спортивную школу, и тогда зеленой зоны станет гораздо меньше. Мне 5 лет, и я тут уже катаюсь. Я сажала деревья и каталась на велосипеде с моими друзьями, и на роликах, и на замокате. В сквере энтузиастов ежедневно гуляют сотни одесситов. Здесь есть и детская площадка с качелями, турниками, и футбольное поле, и круговая трасса для велосипедов. Из самого названия сквера следует, что люди создавали его собственноручно и давно добиваются присвоения ему статуса парка. Благоустройство парка за счет жителей. Существуют люди, которые сбрасываются деньгами, покупают деревья, засаживают, красят. То есть всем благоустройством парка к сейчас, к сожалению, занимаются только люди. Я приходила со школьниками сюда, с группой школьников. Это был 7-9 класс. Мы собирали мусор, камни, сажали деревья. Также каждый день поливали, естественно, да. И девочки, и мальчики тягали, воду поливали. Под заявлением, которое подготовили в поддержку сквера, подписалось более трех тысяч одесситов. Группа активистов пришла на прием к председателю Суворовской райадминистрации, но в кабинет запустили только одного представителя общественности. В итоге чиновник вышел к людям и согласился провести дополнительную встречу в формате круглого стола на эту тему, а также включить представителей местных жителей в рабочую группу. Этот вопрос действительно очень острый, и его необходимо решать. По поводу, он не готов ответить на все наши вопросы конкретные, потому что, как он объяснил, ему необходимо время для подготовки. Он предложил провести нашу встречу, следующую встречу, скажем так, в виде мини-конференции, куда будут приглашены журналисты, будут приглашены депутаты горсовета, которые избирались по этой территории и все остальные. Он узнает позицию головы города по этому вопросу, узнает, почему выделялось там, выделялось или не выделялось эти два с половиной гектара под застройку и так далее. Он, как и мы, его, и он, как и мы, за парк. Кроме того, по словам местных жителей, в самом сквере, помимо сохранения границ, необходимо добавить освещение в темное время суток. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Дмитрий Богомолов, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». Мы за парк! Свет в конце тоннеля. Реставрационные работы на Воронцовской колоннаде будут завершены этим летом. По словам представителя гору управления капстрительства Ольги Буц, долгожданный финиш зависит от погодных условий. В дождь или в сильную жару реставрировать объект нельзя. Напомню, работы здесь начались еще в далеком 2017 году, а сроки их окончания постоянно сдвигались. На данный момент мы уже освобождаем колоннаду от лесов, в связи с тем, что закончились все работы по кровли, по потолку. Опускаемся постепенно вниз. Места стыковки колонны с лесами на данный момент очищаются, шпаклюются. Когда все будет завершено, будем заниматься благоустройством. Демонтаж лесов планируем закончить до конца следующей недели. И парапет у нас уже облицован ямпольским песчаником. И сама часть тереобата, фасад со стороны моря, тоже облицован ямпольским песчаником. То есть облицовочные работы в настоящий момент проводятся. Как вы видите, уже и по окраске большая часть сделана. Уже завершены работы по замене кровли, а также подпорным стенам склонов, прилегающих к территории колоннады. Достигли определенного результата реставраторы и в подземной части работ. Амфитеатр выложен полностью снова из ракушника. Оставить старый не получилось, потому что за годы, которые он провел под землей, засыпанный, когда сняли слой земли и дали постоять высохнуть ракушнику, он полностью рассыпался. Сейчас восстановили тоже из ракушника и облицовывают ямпольским песчаником. А тот, который был, его собрали и отправили в музей. Часть одесских тепловиков все еще ждут зарплату за март. Руководство коммунального предприятия теплоснабжения Одессы до сих пор выплатило менее 80% мартовских денег сотрудникам. Мэрия планирует рассмотреть вопрос оказания помощи тепловикам и погашения задолженности. Речь идет о сумме в 27 миллионов гривен. Впрочем, по словам сотрудников предприятия, этих бюджетных денег хватит только на выплату зарплат за март, апрель и часть мая. Как дальше будет работать предприятие, неизвестно. Еще в мае директора теплоснабжения Ивана Донченко оштрафовали за невыплату зарплат сотрудникам. Тогда тепловики пожаловались в антимонопольный комитет, что с февраля им не выплачивают деньги. Пятое отделение Центра реабилитации людей с отклонением психофизического развития открыли сегодня на улице Космонавтов. Там смогут лечиться и дети, и взрослые. Всего 24 места для пациентов. У родителей есть возможность оставлять в отделении детей старше 18 лет и забирать их домой после работы. Здравница будет работать в формате детсада. Сегодня открылось наше пятое отделение. Вернее, получается, в этом отделении два будут. Отделение ранней реабилитации для амбулаторного приема. Мы в год обслуживаем более 500 семей. Возраст детей от нуля до семи. С группы риска и с инвалидностью. Для того, чтобы избежать инвалидности, мы берем как можно раньше этих деток и максимально оказываем всю помощь, медицинскую, педагогическую коррекцию, социальное сопровождение семьи, для того, чтобы все-таки избежать эту инвалидность. Очень-очень прекрасный, со всеми удобствами. Смотрю кабинеты для игр, кабинеты для отдыха. В общем, замечательно. В новом отделении оборудованы тренажерный зал для занятий лечебной физкультурой, столовая, сенсорная комната и бассейн. Из городского бюджета на проект выделили почти 12 миллионов гривен. С некоторым оборудованием помогли и партнеры из Германии. Сегодня, когда мы здесь находимся, вот та атмосфера теплоты, теплоты, любви, сердечности, я не знаю, какие еще слова найти, она сегодня зашкаливает атмосферой. Насколько вот такой посыл добра идет от этих детей, от родителей. Из Одессы в Азию на два месяца. Надеситка в одиночку объездила восточные страны, при этом потратила минимальную на ее взгляд сумму. Попробовала скорпиона, дурман, рисовую водку и другие местные лакомства. Жила в бюджетных интернациональных хостелах, училась серфингу и танцевала на пляжных латинских вечеринках. О том, как забыть об услугах турагентства и самостоятельно отправиться в азиатский трип, узнавала Нарина Щеглова. Ребята, сейчас будет первое знакомство с океаном. Я живу возле моря, но океан я никогда не видела больше. Кате за два месяца в одиночку удалось посетить Вьетнам, Бали и другие страны Азии. Ей пришлось общаться с местными с помощью жестов и улыбок, а также пробовать локальные блюда. А главное, все это она сделала бюджетно. Пойдемте пообщаемся. Страшно умереть в старости и осознать, что где-то на планете я не была, поделилась своим кредом Карина Терентьева. Девушка поехала к подруге во Вьетнам на две недели, но отпуск немного затянулся. Остановиться на одной стране у девушки не вышло, и она решила увидеть больше. Наверное, кажется, что путешествовать соло опасно, сложно, ответственно и в конце концов одиноко. Я люблю путешествовать одна, потому что тебе нужно общение, ты сюда, даже если ты интроверт, допустим, тебе нужно общение, ты будешь с кем-то точно общаться, потому что, ну а с кем? А когда едешь с кем-то вдвоем, то вы общаетесь друг с другом. О-о-о, свиточка. Квиточка. 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 Иными словами, скучать Карине не пришлось. Каждый день новые знакомые, которые в случае чего готовы прийти на помощь. Что удивило девушку, это реакция местных на европеек. Все смотрят, все восхищаются, потому что, ну, в принципе, для всех белые девушки, белые мужчины, типа, вау, там, очень необычно, иногда фотографируются с тобой. Но такого, как у нас, нет, типа, эй, там, присвистнуть, как-то там, красавица. Есть фильм «Малена», когда она идет, на нее все смотрят, потому что она очень была красивая. То же самое и в Азии. Ты идешь по улице, у нее просто все на тебя подачиваются и смотрят. Питалась Карина в основном локальными фруктами, овощами, морепродуктами и, конечно же, рисом. А ночлег выбирала по настроению. Когда останавливалась в бюджетных хостелах, когда у хостов. Это люди, которые принимают у себя каучсерферов. В сравнении с Украиной стоит это все относительно недорого. Можно купить ананас на рынке за 10 гривен, можно купить кокос за 10 гривен, разные экзотические фрукты, манго. В Европе там дешевый хостел, допустим, 30 евро, а в Азии 3, 5, 10 долларов. Вот так, с головой, и там хорошие условия, чисто. Автобусная остановка. Во время отпуска, помимо наслаждения живописными рассветами, закатами, покорения волн на стерфе, Карине пришлось не раз разочароваться. Например, девушку расстроили горы мусора на улицах и на побережье во Вьетнаме, Таиланде и в Индонезии. Мусор везде валяется. При мне маленький мальчик бросил бутылку в реку, и в океан как-то принес очень много мусора, и очень грустно, конечно. Передвижение между странами Азии недорогое. Повсюду летают лоукостеры. Что касается перемещения внутри городов, там существует бюджетная аренда мопедов. Важно отметить, что брать с собой необходимо только рюкзак с двумя комплектами одежды. И не забыть таблетки от отравления. Местная пища зачастую бывает непривычной для европейца. Исходя из опыта Карины, если экономить на 8 тысяч гривен, в Азии можно спокойно прожить целый месяц. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, Телеканал Репортер. После вылета в первую лигу игроки черноморца начинают расходиться. Простился с командой лучший бомбардир Арни Вильхансен. Первый исландец в украинской премьер-лиге принял участие в 14 матчах. Если поначалу ему не удавалось поразить ворота соперника, то на финише он забил целых 7 голов. Об уходе легионера еще не объявили официально, но с болельщиками он уже попрощался на своей странице в Инстаграме. Хорошие спортивные новости. Одесская каратистка Анжелика Тирлюга завоевала золото на турнире премьер-лиги в Китае. В весовой категории 55 килограммов она победила итальянку, казашку, француженку и турчанку. А в финале со счетом 6-0 побила китаянку Дин Дзямей. Каждая победа на международной арене приближает одесситку к лицензии на Олимпийские игры в Токио в 2020 году. 30-й юбилейный турнир по танцам Одесса Open Cup объединил более 400 пар со всех областей Украины. В рамках турнира прошел официальный чемпионат страны молодежь 2-10 танцев. В составе жюри чемпионы Европы и мира, а также мастера спорта. И сегодня это уже третье соревнование, которое проходит при поддержке народного депутата Сергея Сергеевича Кливалова. Сегодняшнее утро началось с украинского турнира по бальным танцам, продолжилось международным турниром по самбо. Сейчас вот мы находимся с вами на международном турнире также по спортивным бальным танцам. И это очень важно, это очень прекрасно, что Одесса сегодня является центром развития спорта, различного спорта. Начинает боевых искусств, заканчивая бальными танцами. И сегодня украинская молодежь имеет возможность на различных площадках реализовывать себя, реализовывать свои таланты и развиваться успешно. Именно потому, что в Приморском районе мы имеем правильного депутата по мажоритарному округу номер 135, который именно понимает это, и который сегодня дает возможность развиваться не только в Приморском районе, но и в целом городу. Лучшие пары Украины и ближнего зарубежья боролись за первенство в европейской и латиноамериканской программах. «Поддерживает Кевалов Сергей Васильевич. Участников более 400 пар с разных концов Украины и городов. В Одессе очень сильная танцевальная школа. И сегодня мы в номинации сеньоры, это взрослые люди, утвердили кубок памяти Анатолия Целикова. Он является основоположником развития бальных танцев в Одессе». «Согласно с единственным календарным планом физкультурно-способных заходов Министерства Украины в отношениях молодых и спорта, сегодня происходит чемпионат Украины вековой категории молодьва в программе «Десяти танцев». В рамках турнира происходит открытые соревнования со спортивным танцем классификационные. В вековых категориях юбиналы, юниори, молодь, доросли и сеньоры. Стандартный и латиноамериканский программ». Турнир Одесса Open Cup 2019 становится для его участников путевкой в мир профессионального спорта. Лучшие пары благодаря фестивалю могут стать частью украинской сборной по бальным танцам. «Я занимаюсь танцами уже 6 лет. Нанимаюсь танцами с днём и с днём и с днём и с днём. Мне очень нравится заниматься танцами. Я была уже на чемпионате мира, получила кандидата на стандартный спорта. Сейчас я была в категории юбиналы 2 на класс. Сейчас мы ехали на ещё одно соревнование. Сегодня я танцевала в стандарте лати. В стандарте я танцевала 4 танца в латинице и танце. «Мы приехали из Донецкой области, город Краматорск, студия танца «Империя». «Вы знаете, мы ездим очень часто и очень много и по всей Украине. И у нас география турниров от западной до центральной, южной. Вся Украина нами объезжена уже неоднократно. И к счастью, ребята привозят хорошие результаты, занимают достойные места. У нас в составе уже 6 кандидатов в мастера спорта. Ну, стараемся, развиваемся. Да, ребята? Да. Следующий этап для участников соревнований – выступления в международных турнирах. 5 июля победители будут представлять Украину на Кубке мира в Италии. 2 октября лучшие спортсмены поедут на чемпионат планеты в Китай. А 1 декабря украинских призёров ждут на чемпионате Европы в Тбилиси. Это был выпуск новостей на Репортере. Оставайтесь с нами и берегите себя. Увидимся. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...